рассмотрим следующие управляющие элементы циклы в джули есть два основных цикла while и for while это цикл с предусловием for это цикл с итератором ну фактически что у нас это основные циклы которые используются в императивных языках не надо путать с языком си там цикл for как таковое отсутствует то что там называется циклом for это некий вариант цикла while и так давайте посмотрим цикл while ну очень простой мы проверяем предусловие пока предусловие работает мы выполняем цикл ну вот зададим n равное нулю цикл и вообще все конструкции в джулии заканчиваются and многострочные как фортране например да в которой 90 и так n равно нулю и пока n меньше 10 мы прибавляем n и потом печатаем n давайте напечатаем ну у нас что получилось что поскольку предусловие то последней итерации было n равно 9 мы проверили что она меньше 10 прибавили единицу напечатали 10 и n последней равняется 10 в языках разных назначения н переменные цикла может быть разные после завершения цикла и очень часто она никак стандартом не определяется ну вот тут точно также мы задали некий цикл задали и равно единице и и пока и меньше длины этого массива заданного на и массива мы печатаем фразу с элементами массива давайте посмотрим получился вот со всеми элементами такое вот сообщение ну и цикл for это цикл с итератором фактически тут у нас стоит итератор ну вот простейший итератор это вот мы от 1 до 10 тут мы можем вот так вот можем поставить шаг скажем 2 вот таким вот образом ну и вот такой вот итератор мы проверяем что переменная находится не проверяем а берем переменную из на заданного нами массива и печатаем то есть видите результат тот же самый ну вот можно удобно с циклом for работать с массивами ну вот например задали массив 5 на 5 пустой и теперь поставим в его а ячейки суммы то есть значение ячейки будет равно на сумме индекса строй строчного и индекса по столбцам вот так вот то есть вот 11 цифра 2 1 2 3 и так далее вот тут 5 5 10 с чем это интересно а тем это интересно что такие циклы они очень часто при работе с массивами возникают и мы можем добавить так называемого синтаксического сахара синтаксический сахар это некая конструкция которая не дает дополнительного смысла дополнительной семантики она просто упрощает запись меньше делает запись проще или так далее каких-то других конструкций в чем заключается тут сахар в том что мы вместо того чтобы записывать видите for for два цикла мы объединили два цикла в одной строке то же самое получили ну вариант который вы знаете уже генерация этого массива виде вот такого создания вложенного массива ray comprehension и точно также как мы делали получаем вот такой массив то есть вот вы можете вначале представить вот такой вот вариант через for а потом записать более компактно ну и в конце несколько упражнений которые очень простые и вы легко их сделаете и и и и и и